ВЕЛИКИ Начну с того, что не существует самого великого фильма на все времена. Вопрос на самом деле слишком непрост. Но я по-прежнему уверен, что это самый важный вопрос в кино. Что делает фильм великий? Есть ряд аспектов фильма, которые превращают его из просто хорошего в историческое наследие. Первый – это влияние на киноиндустрию, как он изменил то, как делают кино. Вы читали о «Гражданине Кейне», что это, вероятно, самый инновационный фильм всех времен и народов. И поэтому он каждый раз занимает верхние строчки чартов. «Гражданин Кейн» подчеркивает очевидную разницу между двумя эрами кинопроизводства, особенно в кинематографии. Монтаж в немых фильмах был очень экономичен. Актеры либо показывались в простом двухмерном плане, либо использовались монтажные склейки для связи одной мысли с другой. И как только в 1920 году появился звук, первым порывом многих режиссеров была съемка диалогов, чередуя кадры с малой голубиной резкости. И это было скучно. Вот ваш приз, сэр Арчер. Это большая честь, получить его из рук такой прекрасной леди. Почему сегодня вы не воспользовались черной стрелой? Это мое последнее средство, сэр Гай. Но в 1941 году Орсон Уэллс и Грег Толланд поменяли правила. Они вернули на экран традиционную театральную постановку и объективы с большой глубиной резкости, выстраивая сцену интересно и раскрывая актеров. Кейн, вы единственный владелец. Появилась мощная динамика, переходы, сложный визуальный рассказ, что вовлекало зрителя в сцену. Зритель мог сам выбирать, на что смотреть, вместо того, чтобы смотреть на крупный план только одного героя. Уэллс и Толланд не первый, кто использовал эту технику, но они сделали это так эффективно, что задали тренд. Большая глубина резкости и яркий свет в фильмах нуар – все пошло ангражданина Кейна. Не говоря об использовании Уэллсом звуковых переходов от одной сцены к другой, что есть сегодня практически в любой картине. Игримы, никогда не использовавшиеся в таком объеме. И широкое использование флешбеков, и приема ненадежного рассказчика, ранее встречаемые только в литературе. Все это снимает вопрос о величии картины. Великий фильм что-то меняет. Звездные войны положили конец череде занудных и сложных фильмов в 70-х. Ведьма из Блэр изменил к лучшему фильмы ужасов. И, по-видимому, Дэдпул изменит правила игры в том, что касается маркетинга кино. И по этой причине мы, вероятно, увидим еще много комедий категорий R. И если фильм изменил то, что делали другие режиссеры, это должно быть хоть немного великим. Вторая мера величия – это культурное влияние. Как фильм изменяет мир, в котором его сняли, а не только мир кино. Как фильм челюстью заставил опустить пляжи. Или как бойцовский клуб вызвал появление таких клубов во всех США. Вообще-то, если бойцовский клуб вдохновил вас на создание собственного клуба, вы совершенно не поняли фильм. Но об этом в другой раз. Кино – не что-то отдельное от мира. Фильмы могут устанавливать законы, распространять знания среди миллиардов людей. И те, что привлекают внимание достаточного числа людей, велики. Даже если речь идет всего лишь о возвращении музыки в фолк. Третий и последний аспект – это персональное влияние. То, как фильм влияет лично на вас. Этот аспект учитывают меньше других, потому что его трудно измерить. Я всегда считал, что кино рассказывает нам, как жить больше, нежели реальный мир. Думаю, Джуна говорит об аборте гораздо понятнее, чем любая брошюра на тему или гости ток-шоу. Да, и он типа «О, знаешь, у младенцев есть ногти? НОГТИ!» Думаю, такая способность установить связь с реальностью через историю. И делают картину великой. И на этом зиждится красота кино. Комната. Фильм не должен изменить мир кино. И не должен изменить сам мир. Но если он изменит вас, то это должно признаться великим. Знаю, что видео получилось более сентиментальным, чем обычно. Но о величии трудно говорить иначе. Наверняка есть измеримые кинематографические техники для оценки гениальности. Но в конечном счете, картины делают великими то, как они трогают нас на личном плане. У всех из нас есть любимые фильмы, потому что в какой-то момент жизни именно они чем-то помогли нам. Или просто очень поразили. Это могла быть просто очень смешная комедия. Я заметил, что если мне на самом деле нравится фильм, я постоянно о нем думаю, даже после того, как посмотрел его. 500 дней лета помог исправить мои отношения. Так как я чувствовал, будто фильм говорит обо мне. И так точно объясняет мои тогдашние переживания. Я ненавижу эту песню! А как насчет такого? Обычно я нерегулярен в соцсетях. Но если вы твитнете ваши любимые фильмы у меня на странице, я отвечу. Давайте говорить о великих фильмах. И хотя я начал с того, что нет самого великого фильма на все времена, это определенно принцесса-невеста. Лжец! Лжец! Вернись, ведьма! Я не ведьма, я твоя жена! Спасибо, что смотрите. На русский язык перевел, озвучил Сергей Афонин.